Среди приоритетных нацпроектов – здоровье. Кроме повышения заработной платы врачам и медсестрам, в эту программу входит также обязательная бесплатная вакцинация, увеличение объемов высокотехнологичной медпомощи, обследование новорожденных и стимулирование рождаемости в стране. Эти вопросы, а также выполнение нацпроекта образования, обсудили на заседании совета. В Чувашии четвертый год рождаемость превышает смертность, но в то же время сокращается население трудоспособного возраста. По словам министра труда и социальной защиты Сергея Димитриева, за последние пять лет экономически активных граждан стало меньше на 40 тысяч. В прогнозный период до 2020 года ожидается ежеводное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в связи со спадом рождаемости поколений 90-х годов. Кроме того, на динамику численности экономически активного населения также сегодня влияет выбытие многочисленных поколений, которые родились в послевоенные годы. Чтобы стимулировать рождаемость и повысить продолжительность жизни, в республике проводится планомерная работа, как в плане здоровья и сбережений, так и по социальной защите. Выплачиваются пособия, жилищные субсидии, проводится перинатальная диагностика беременных, профилактика абортов. Все дети дошкольного и школьного возраста проходят ежегодную диспансеризацию. На заседании совета Алла Самойлова озвучила цифры, которые говорят об эффективности мер господдержки. На сегодняшний день идем с плюсом 56 детей. Если считать смертность, рождаемость, с плюсом... Если на сегодняшний день по смерти, в абсолютном выражении, умерло 14 731, родилось 15 895. То есть в абсолютном выражении от родов и от смерти где-то 1100. Плюс 100? Да, на сегодняшний день. Вот это надо говорить, это хорошее показатель. Это хорошее показатель. Обсудили на заседании роль классного руководителя в образовательном процессе. В следующем году количество школьников станет больше на 5000. Одна из тенденций современного образования – уделить особое внимание воспитанию ребенка, как в старые добрые времена. Роль воспитания, роль классного руководителя становится сегодня очень важной функцией школы. И на слайде вы видите, сегодня почти 60% педагогов выполняют функции классного руководителя. Это достаточно ответственная работа. Соответственно, она требует как материального, так и морального стимулирования. И за последние годы в рамках реализации приоритетных проектов нам удалось поднять материальное стимулирование классных руководителей ежегодно. Из республиканского бюджета выделяется более 90 миллионов рублей. Своевременная реакция классного руководителя на возможные назревающие конфликты как между учениками в классе, между учениками и учителями, между учителями и родителями. И вот в этих предупреждениях, своевременной реакции на эти возможные конфликтные ситуации, класс руководитель должен быть человеком, разрешающим своевременно эти ненужные ситуации, которые впоследствии при несвоевременном разрешении могут привести к более серьезным последствиям. Вот на это очень хочется обратить внимание. Обращение к уполномоченному показывает, что, к сожалению, даже в школах, которые у нас входят в число топ лучших даже по России, и там есть проблемы в этих вопросах. Михаил Игнатьев подчеркнул, что школа играет большую роль в духовно-нравственном развитии, но при этом нельзя снимать ответственность за воспитание детей и с родителей. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика.